всегда защищал слабых посмотрите какая страна слабее огромная россия или маленькая украина какая страна слабее украина когда говорят что если бы ничего там захватила бы украина там россию и так далее мне смешно становится почему чем захватили ведрами маленькая страна не может захватить большую страну у которой ядерное оружие эй что там с ними далее это не смешно на самом деле далее второе напала большая страна на маленькую страну какую позицию должен занимать конечно позицию защиты я буду защищать всегда эту страну потому что эта страна является страной на которую напали а и и нужно защищать третья идея когда я высказался в ю тубе или в youtube мой канал чуть не заблокировали за эти видео а также мои ученики школы которые которые находятся за поребриком начали говорить мне то есть я каждое утро просыпаюсь и говорю пусть все ученики школы будут числевым перерой рерой этом берут у меня прибежье и так далее но ученики школы написали мне твоя мать живет в крыму мы приедем и ей будет плохо подадим заявление там подадим заявление на твоего брата там сделаем очень плохо и тебе будет хана ты неправильную позицию занимаешь ты придурок и вот мы тебе покажем что с людьми что с ними что с людьми им надо железные кольца на шее одеть конечно они больше не написали я могу сказать почему потому что с ними случились нереальные неприятности которые их теперь ожидают и они уже не доедут никуда потому что скорее всего ну не надо таким людям как я что-либо такое писать почему это святое а я умею делать гадости и тут такой вопрос что если в голове человека кто-то начал ругаться и что-то требует я обычно говорю это может быть все что угодно но в эзотерике которая преподаю это называется влиянием или подселенцем а тот кто разговаривает с вами подселенцем в исламе говорят еще джин в тибете говорят гневный дух такой дух может иметь любые классы их там классифицирует читается что есть в 1 в как ю существует 30 классов дневных духов или 27 я уже не помню а в нигме считается что их там до 52 которые могут вселяться в человеке в человека и они есть тантра которая объясняет там вот эти классы духов и так далее можно ли каким-либо образом с этим справиться конечно найдите свой голос который разговаривает в вашей голове найдите тот который разговаривает вне вашей головы и ругается скажите своим голосом тому кто ругается скажите ему пошел ты и дальше несколько раз матом скажите вон изменяйте ненавижу пошел ты не хочу тебя слушать это также если вы почувствуете что это где-то в вас находится постарайтесь этой себя выбросить выгнать или вытолкнуть делайте три-четыре раза особенно это делайте или выполняйте перед сном будете это делать перед сном вас отпустит сто процентов